Да? Начинаем. Вперед, Игорь Газунов. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Бонсуах шаазами и гудунинг для френдс. Мы сегодня продолжаем на виртуальной площадке русского дома в Брюсселе с участием русского дома в Ливане и русского дома в Анкаре, в Турце. Цикл встреч объединенных общим названием «Беседы об искусстве с русским музеем». Сегодня мы продолжаем наш цикл встреч на виртуальной площадке «Беседы об искусстве с русским музеем» в Брюсселе, в Ливане и русским музеем в Анкаре, в Турке. Цикл встреч на виртуальной площадке русского музея в Санкт-Петербурге. И мы желаем вам привет! Сегодня мы очень рады вам приветствовать вас, все, на нашей платформе, в России, в Европе. с участием русского дома в Ливане, в Беруте и в Анкаре, в Турке. И мы продолжаем нашу цикл встреч с русским музеем. И мы рады вас поздравить сегодня. Наша встреча будет проходить на русском языке с синхронным переводом на французский язык. Если вы хотите слушать нас по-русски, пожалуйста, оставайтесь на линии или выберите русский язык, кликнув на иконку с изображением глобуса внизу, справа, на вашем экране. Наша встреча будет проходить на французский язык, если вы хотите слушать нас по-русски, и выберите на французский язык, кликнув на линии глобуса внизу, справа, на вашем экране. И спасибо коллегам в Беруте за перевод на арабский язык. Теперь я буду говорить по-русски, потому что надеюсь, что уже с синхронным переводом все все понимают. Последнее техническое замечание – это вы можете задать нам вопросы и задать вопросы нашим выступающим тремя способами. Написать ваш вопрос в чате, написать ваш вопрос в разделе «Вопросы и ответы» – это тоже иконка внизу экрана. И, наконец, поднять руку виртуально – это тоже иконка внизу экрана, если вы хотите сделать комментарий или выступить. А теперь я с большим удовольствием представляю слово руководителю виртуального русского музея и нашему главному партнеру по организации этого цикла встреч, посвященных русской художественной культуре и собранию крупнейшего российского музея, русского музея в Санкт-Петербурге, Марии Юрьевны Гладких. Пожалуйста, Марина Юрьевна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые друзья, наши коллеги, зрители, которые смотрят нас сегодня практически во всех уголках планеты, не только в Бельгии, в Ливане или в России, в Турции. Я уверена, что к нам присоединяются очень многие. Мы рады приветствовать вас из Центра мультимедиа Русского музея. И сегодня мы продолжаем наши виртуальные путешествия и отправимся в прогулку по залам выставки «Петр Первый и мореплаватель и плотник». И рядом со мной сегодня вы видите моего коллегу замечательного. Это Григорий Наумович Колдовский, заведующий отделом живописи 18-го, первой половины 19-го века. Собственно, его усилиями и его коллективом была подготовлена эта замечательная выставка Григория Наумовича «Пару слов» нашим зрителям. Спасибо большое. Мы для зрителей и работаем. Мы очень надеялись и надеемся до сих пор, что наши выставочные проекты, которые мы всегда делаем с большой отдачей, с душой и с расчетом на их такой серьезный резонанс, что они будут приветствованы, понравятся всем нашим посетителям и актуальным, и виртуальным, то есть во всех случаях. Поэтому я еще раз благодарю вас за внимание к Русскому музею, это всегда приятно. Это то, ради чего мы работаем. Ну и, конечно же, я хочу вам сказать, что одну из таких серьезных миссий и такую вполне серьезную задачу в отношении этой выставки решала Лада Валентиновна Вихарева, старший научно-сотрудник моего отдела, которая сегодня и представится случай рассказать вам о наших совместных усилиях и о том, как они реализовались в залах Михайловского замка. Спасибо, Григорий Наумович. Мы передаем слово Ладе Валентиновне Вихаревой, старшему научному сотруднику отдела живописи Русского музея. Добрый вечер. Рада всех приветствовать. Несколько слов о том, чему посвящена эта выставка. В отличие от предыдущей выставки, посвященной Петру Первому, в которой участвовали экспонаты, созданные при жизни, произведения искусства, созданные при жизни Петра, в задачу нашей выставки стояло отражение жизни и творчества Петра в творчестве художников последующих поколений, последующего времени. Мы отобрали экспонаты из фондов нашего музея, которые были созданы с конца XVIII по начало XX века. И вот перед вами первый зал нашей выставки. И за главным произведением, которое открывало нашу выставку, был портрет, к которому мы сейчас развернемся. Портрет парадный в рост императора Петра Первого. Автор этого портрета Дрождин, Петр Семенович, русский портретист. Создал он его по заказу императрицы Екатерины Второй в 1795 году. Композиция не была оригинальная. Это копия с портрета работы итальянского портретиста Якобо Амигони. Оригинальный портрет работы Амигони был написан между 1732 и 1734 годами в эпоху правления Анны Иоанновны. И наш портрет, который вы видите, работа Дрождина, он почти полностью повторяет итальянский оригинал. Точно так же Петр стоит с атрибутами императорской власти в горностаевой манте, с лентой голубой Ордена Андрея Первозванного. Точно так же его венчают два пуття, которые держат императорскую корону, и оробора – символ вечности. И такая аллюзия на нимб. Дальше, если мы посмотрим, спустимся ниже, увидим, что под ногами императора символическое изображение трофеев, его выдающихся военных побед над Швецией. Военные барабаны, трофейные пушки. Также сзади виден флот, создателем которого также явился Петр Первый. На переднем плане лежат книги «Своды законов», «Военный устав», которые также были приняты императором Петром. То есть все эти атрибуты, которые показывают, символически показывают главные достижения Первого русского императора, они были и на оригинальном портрете у Якоба Амегуни, у Пьетра Якоба Амегуни. Оригинальный портрет висит в Эрмитаже, в тронном зале, до сих пор он там находится. Но все-таки есть существенное отличие. Если вы найдете в интернете когда-нибудь, сейчас вот после лекции можно найти изображение первоначально оригинального, то вы увидите, что там фигура Петра поддерживает, как бы приобнимает женскую фигуру, фигура Славы. А вот в нашем портрете работы Дрождино внимание художника полностью сосредоточено именно на личности Петра. То есть никакой дополнительной поддержки нет. Очевидно, это была задача заказчицы, скорее всего, поскольку не сам художник это выбирал. Ну, это от конца XVIII век мы переходим уже к произведениям, созданным в середине XIX века прямо перед вами на дальней стене эффектная картина работы известного русского мариниста с мировой известностью Ивана Айвазовского. Он, конечно, неоднократно изображал и бури, и шторма, но в данном случае, в данной композиции изображение бури является фоном для изображения подвига царя Петра. Здесь изображена реальная ситуация, когда в 1714 году во время бури в Финском заливе штормовой ветер вынес русские корабли на мели. Петр I, рискуя своей жизнью, на шлюпке с несколькими людьми добрался до берега у форта Красная Горка. Красная Горка – это название форта. Развел большой костер и тем самым создал такой маяк, по которому суда могли бы пройти к берегу по безопасному пути. Таким образом, спас от шторма несколько кораблей. Вот такая еще один пример. Следующая картина, которая приехала на нашу выставку из Московского музея, из Государственной Третьяковской галереи. Автором ее является не профессиональный исторический живописец, а известный живописец Алексей Венецианов, который прославился изображением русских крестьян и крестьянского быта. Но, тем не менее, он очень хотел поучаствовать в конкурсе, который был объявлен в 1836 году известным меценатом Анатолием Демидовым. В задачу конкурса входило такое пожелание изобразить Петра I в момент, когда он обдумывает какую-то свою важную идею, которые в дальнейшем привели его отечество к славе и могуществу. Венецианов изобразил Петра на фоне гром камня, такая скала, которая имеет форму гром камня. А гром камень – это так называемое основание известного в нас городе, в Петербурге памятника Петру I, который называется «Медный всадник». Его скала, которая расположена под этим камнем, ее как раз добывали на берегу Финского залива, и, очевидно, Менецианов как бы так вот намекает на то, что этот фон – будущий монумент памятнику императору. Вокруг стоят его придворные, в руках видна карта планируемого постройки города на берегу Финского залива. Ну а вдали на фоне, на берегу залива, видны и крестьяне, изображением которых как раз и стал известен в русской живописи Алексей Венецианов. Картина приехала к нам из Московской Третьяковской галереи, за что мы ее очень благодарны, потому что она долгое время у них висела, не исключительно в их залах демонстрировалась. И несколько лет назад они провели очень интересную реставрацию, благодаря которой, в ходе которой, в ходе этой реставрации, они раскрыли первоначальный замысел и портрет Петра. В этом же зале, если мы провернем налево, увидим картину Афанасьева, Василия Афанасьева, который работал уже в конце XIX – начале XX века. Тут изображен языком, уже близким художественным языком XX века, изображен еще один подвиг Петра, но который, в отличие от Красной горки, не имеет документальных подтверждений. Это такая апокрифическая история, которая описывает последние дни жизни Петра I. По легенде Петр отправился на яхте по Финскому заливу для осмотра оружейного завода. И неподалеку от местечки Лахта, в штормовую погоду, он увидел тонущий корабль с матросами и солдатами и принял личное участие в их спасении. Во время спасения в холодной воде император простудился, что впоследствии привело к его смерти. И этот сюжет о том, как Петр, рискуя своей жизнью, спасает людей во время шторма, он стал таким символическим и очень распространенным. И многие художники в разные годы обращались к этому сюжету. Рядом с этой, если когда вы зайдете и начнете рассматривать презентацию, то рядом с живописным изображением у нас была представлена гравюра на этот же самый сюжет. Гравюра Разумихина, которая исполнена по рисунку художника Чорикова. Это один из листов, который был создан для серии картин из истории Петра Первого. Другие листы из этой же серии желающие смогут увидеть в другом зале нашей выставки, где представлена графика. Ну и прежде чем перейти в следующий зал, обратим, конечно же, внимание на центральный персонаж. В центре зала стоит монументальная голова, скульптурная голова Петра Первого. Это работа французского скульптора Мари-Ан Кало, которая выполнила эту голову в помощь своему учителю Этиену Фальконе. Фальконе работал как раз над памятником, который получил впоследствии название «Медный всадник» и был установлен по указу императрии Екатерины II. На этом памятнике Петр изображен аллегорически тоже как правитель и победитель в римских доспехах, на коне попирающем змея. Но самому Фальконе никак не удавался образ портретный. Он долго мучился и в итоге обратился за помощью к своей ученице, которая создала удивительный, вот такой вот очень выразительный образ. И модель, по которой была отлита голова для этого памятника, она как раз хранится у нас в музее и была представлена на выставке зала. Мы можем перейти в следующий зал. И следующий зал у нас был посвящен деяниям Петра I, начиная с детских лет и заканчивая уже зрелым периодом, зрелым возрастом. Начнем мы относительно в хронологическом порядке, биографическом порядке, с детских лет. Вот прямо перед нами картина художника Карла Штейбина, которая посвящена эпизоду из детства, из детства Петра. Изображен фрагмент, когда во время стрелецкого бунта в 1682 году стрельцы ворвались во дворец и покушались на малолетнего Петра и его брата Ивана, на двух царевичей. И вот мать Петра I, Наталья Кирилловна, защищая своего сына, указывает на икону, тем самым подчеркивая, что это не просто мальчик, не просто царевич, а он под небесным покровительством, как будущий правитель. Штейбин поместил действия действующих лиц этой картины в интерьер одного из соборов Московского Кремля, где на самом деле происходила такая сцена, и как она выглядела, конечно, это тоже домыслы, но тем не менее фон выбранный случайно, фон изображает реальный интерьер одного из московских соборов в Московском Кремле. Еще одну из картин Штейбин мы с вами увидим в следующем зале. Он как раз создал несколько композиций на тему из русской истории. А мы, да, вот посмотрим, что направо. у нас на похожий, на похожий сюжет написал картину в середине XIX века Василий Демидов. Здесь царица Наталья Кирилловна, мать Петра I, выходит с молодым царевичем на красное крыльцо. Очевидно, изображена сцена, когда царевич мог миловать каких-то осужденных, некоторых из осужденных в день своих именин. Вот, очевидно, такая сцена изображена. Выше меня картина, да, вот это совершенно верно. Картина живописца тоже первой полон XIX века Ивана Карманова. Его имя мы знаем только из подписи внизу под картиной, и эта же подпись расшифровывает нам сюжет, который изображен. А изображен сюжет усмирения бунта раскольников. Суть такая. Изображен сюжет так называемого спора о вере между сторонниками веры действующей и старообрядцами. Раскольники представители старой веры во главе со своим предводителем по прозвищу Пустосвят, мы его видим вот здесь, вот в центре его все-таки связывают, ворвались в палату, в горновитую палату. первоначальная их идея была в том, что они придут мирно разговаривать со святителями о вере. Но тем не менее они оказались очень агрессивны и принесли с собой камни, пытались угрожать, пользуясь тем, что действующие царевичи были еще малолетние, Петру было всего 10 лет. Но тем не менее Петр I оказался не из робких и это как раз в это время он проявил тоже свой характер. Вот мы видим слева, слева вверху это брат Петра I, с которым они одновременно царствовали, царевич Иван, он, судя по историческим описаниям, спрятался, испугался, а вот царь Петр, будущий царь Петр малолетний, пока еще мальчик Петр, он проявил смелость, храбрость и призвал верных ему стрельцов защищать веру. Вот как раз мы справа видим его фигуру, он одной рукой показывает на свою корону, а другой обращается к стрельцам, которые должны его защитить. И в это время известно, что он произнес такую фразу, что пока на моей голове прибудет венец, то есть царский венец, я не допущу войны на святую церковь. Вот такой вот такой сюжет, который позволял уже подчеркнуть, что даже уже в детском возрасте Петр проявлял отвагу, храбрость и ощущал себя ответственным человеком, как правитель, ответственным за государство. Эти свойства отметил его отец Петра I, царь Алексей Михайлович, который создал, когда еще Петр был мальчиком, потешные так называемые войска. Потешные войска, в которые набирались такие же первоначальные мальчики, как Петр и разыгрывались военные сражения. Но поскольку Петр очень увлекался и серьезно подходил к изучению военного дела, то постепенно эти игрушечные потешные войска превратились в серьезное войско, из которого потом и выросли первые гвардейские полки и русская армия. И вот перед нами картина, которую нам любезно предоставил музей артиллерии из нашего города, на котором изображены учения этих потешных войск. Более того, известно название, это были маневры или Кожуховский поход. То есть фактически это первые крупные военные учения в истории России. Происходили они в 1694 году. Была построена крепость, которую одно подразделение обороняло, а другое подразделение во главе с Йомином Петром нападало. И, безусловно, Петр тогда отзавоевал крепость, одержал погену. подразделение один сюжет, который демонстрирует то, как царь Петр разоблачил заговорщиков. Это тоже исторический факт, что в 1697 году был заговор во главе с подполковником Иваном Циклером, которые собирались свергнуть убийц царя Петра и привести к власти царевну Софью. Но Петр узнал, разоблачил этот заговор и более того, сам пришел и вот это как раз сюжет и изображает эту сцену. Дальше мы можем развернуться и посмотреть на картины, которые изображают уже реальные военные победы, то есть от потешных войск очень быстро произошел переход к созданию настоящей реальной действующей армии. И вот это одно из полотен живописца историка Коцебул, Александра Коцебул, который изображает битву при деревне Лесная. Лесная – это название деревни на территории современной Белоруссии. Коцебул создал целую серию подобных таких крупноформатных масштабных полотен. Они находятся в собрании разных музеев. Но вот у нас представлен сюжет в лесной. Эту битву Петр I называл матерью Полтавской победы. Полтавская победа самая значительная, финальная победа в Северной войне между Швецией и Северным Союзом. Так а вот это была как раз одна из первых побед, еще набирающая силу русской армии над шведами. Шведы тогда потеряли очень много вооружения и часть казны потеряли. А на соседней стене мы видим еще один эпизод из Северной войны. Это взятие Нарвы. Автор Николай Заур-Вейт на ней он изобразил как царь Петр вместе со своими солдатами захватил город Нарву, который несколько раз подступал со своей армией, но город был неприступен. И вот в 1704 году наконец русская армия под непосредственным личным руководством Петра вошли в этот город в Нарву и художник изобразил не просто взятие этого города, он изобразил момент как царь Петр усмиряет своих солдат от мародерства. То есть это был очень важный такой политический момент, что он захватив город, он его не разрушил и более того запрещал своим солдатам. Это тоже исторический факт совершенно. И вот слева совершенно верно, вот эта небольшая картинка, она небольшая по размеру, но она очень важна была для нашей экспозиции, для нашей выставки, изображения. Потому что это работа художника Василия Шибоева, и у нас она изображает как раз Полтавскую победу, то есть победа Петра I в Полтавском сражении, главное сражение, финальное Северной войны. Это маленький эскиз, небольшой. Сама картина была большого размера и создавалась специально по заказу Павла I императора для Воскресенского зала инженерного замка, там, где как раз в этом замке и проходила наша выставка. Сама картина, кстати, неизвестна где, сохранился только эскиз, поэтому мы его выставили. Ну и тут же рядом, как пример декоративно-перекладного искусства, часы, которые созданы тоже по мотивам военных побег Петра I. Сам постамент решен в духе бастиона крепости. На рельефах постамента изображены крупные победы, в частности, первое, главное, узнается Петр I на коне, это как раз тоже Полтавская баталия победы Петра I. Ну а по периметру самому нижнего основания надпись «Финский залив», за берега которого и шли сражения, и на берегу которого потом Петр задумал построить Петербург. Можно уже дальше переходить. Как раз в следующем зале у нас будет, а еще в этом зале мы посмотрим, бегло можем посмотреть эти картины, про которые уже я знаю, что вы смотрели видеофильмы, то есть уже были сняты отдельные сюжеты про работу Хлебовского, Станислава Хлебовского, который изобразил ассамблею при Петре Первом. И тут виден сюжет, как одному из посетителей этой ассамблеи с гостей за самое популярное, пожалуй, нарушение правил, то есть за небритую бороду, подносит большой кубок, так называемый кубок большого орла, кубок, на котором награвировано двуглавый орел, символ императорской власти, доверху наполненный веном, то есть провинившийся, напоминаю, должен был осушить этот кубок до дна. Провинности были разные, правил было много, но самым, подчеркиваю, таким, видимо, популярным была борода, поводом нарушить закон и принять этот кубок. И тут же картина, тоже про которую похоже вы уже слышали, автор Василий Кучумов изобразил прибытие статуи Венеры, Летний дворец. Эта скульптура прибыла в Петербург в 1721 году как подарок от римского папы Климента XI и была выставлена на всеобщее обозрение. Про нее тоже вы наверняка уже слышали, художник изобразил естественные Петра и Екатерину I, но вот интерьер, в который он поместил эту сцену, он не совсем соответствует Летнему дворцу, в котором исторически проходило это событие. А изображает такой вариативный интерьер дворца Монклезир в Петергофе, который тоже, естественно, любил Петр, и в который помещали другие художники тоже персонажей своих картин, связанных с историей Петра I. А мы переходим в следующий зал. И прямо по центру один из важных интересных экспонатов, который специально был отреставрирован для участия в нашей выставке, это рельеф скульптора Ивана Виталия, который украшал бронзовые двери строящегося в Петербурге Исаакиевского собора. Сюжеты на этих дверях естественно были связаны с историей Петра I и с историей Александра Невского. И в данном случае сюжет показывает нам, рассказывает нам историю того, как Петр I после окончания Северной войны, чтобы окончательно подтвердить статус новой столицы России, Санкт-Петербурга, задумал перевести мощи святого Александра Невского из Владимира, из города Владимир. И это было осуществлено в 1724 году. Изображены реальные действующие лица этого, которые помогали Петру I и непосредственно участвовали в перевозке. Это Александр Меншиков, Федор Апраксин и настоятель собора во Владимире, в котором раньше находились эти мощи. Сами мощи помещены в раку, видно, покрыты императорской мантией, сверху лежит царская корона. Петр I встречал, первоначально эти мощи везли сухопутным путем, затем Петр I встречал их на берегу и непосредственно стоя саму руля специального ботика руководил вот этим перемещением. Сюжет тоже был очень популярным и если мы повернем направо, то увидим аналогичный сюжет в очень оригинальном исполнении. Это модель из серебра, которая была заказана скульптору Марку Антокольскому. Заказана она была к 200-летнему юбилею Российского флота. Заказчиком был великий князь Владимир Александрович. Эта композиция экспонировалась на Всемирной выставке 1900 года в Париже и она фактически посвящена этому же событию, отображает изображает точно так же перенесение мощей, но естественно в аллегорической форме. То есть из действующих лиц тут оставлен только фигура Петра I как главного действующего лица и основателя всего этого, инициатора всего этого действия. и оставлено ладья тоже в виде такой красивой ладьи с императорскими символами, с двуглавым орлом в начале, с императорской короной. Дальше в этом же зале у нас представлено два графические произведения, которые иллюстрируют начальный этап создания прямо перед нами картины акварель с гуашью из музея Петергоф была нам передана, которая изображает Петра I в момент, когда он задумывает только свой город. А вот это перед нами гуаш Александра Бенуа, работа Александра Бенуа, которая изображает Петра I на прогулке по уже отстроенному городу. То есть он уже реализует свои идеи, город отстраивается, и дворцы отстроились, и летний сад уже построен, и всевозможные затеи в нем устроены, и Петр в окружении передворных, как пишут современники, действительно любил прогуливаться по городу и смотреть, как воплощаются его идеи. Эту работу, которую мы только что посмотрели, Александр Бенуа выполнял по заказу известного издателя Иосифа Кнебеля. И вот если мы перейдем в следующий зал, то как раз вот эта панорама работ, которые мы тут видим, они также исполнены для издания, посвященной событиям русской истории. Издатель Кнебель задумал издать в технике гелиографии картинки для преподавания русской истории в школах и пригласил для этого профессиональных художников. Он хотел, чтобы эти иллюстрации были высокопрофессиональными. В этой работе участвовал и поучаствовал и Валентин Серов. И вот мы видим несколько его эскизов. а это работа которая была сделана Валентином Серовым для другого издания. Она была сделана для альбома «Царская императорская охота на Руси». И полное название картины «Царь Петр с князем Ромодановским, Лефортом, Иваном Бутурлиным, Зотовым под селом Коломенским». Мы видим, что в начале XX века художники уже изображали более эмоциональные образы. Так. Так, это мы перемещаемся к нескольким вещам, которые у нас рассказывают нам про поездки, поездки Петра I в Европу, молодого Петра. Перед нами картина Горского, когда Петр I посещает в Париже госпожу Ментенон. Осматривая город, он посетил школу, основанную марганатической женой Людовика XIV, маркиза де Ментенон, и захотел увидеть саму хозяйку. Маркиза, уже бывшая в возрасте, сказалась больной, возможно, не хотела демонстрировать себя молодому царю, но Петр проявил, опять же, решительность, неординарность, он просто вошел в комнату, посмотрел, но деликатно ничего не сказал и ушел, то есть, вы поняли, вы поняли, задуманное, но не стал ничего сообщать. Нет, у нас еще рядом там висела, да, налево, если мы взглянем, еще одна картина, которую нам предоставил частный владелец, она пришла к нам из частного собрания, это тоже сюжет из времени перебывания Петра I в Париже, здесь изображено посещение Петром I в Сарбоне, где похоронен кардинал Ришелье, опять же, апокрифические истории, неподтвержденные достоверно, но изложенные французом Вольтером, историком Карлом Штейбеном и другими пересказанными художниками говорят о том, что русский царь подошел к могиле кардинала Ришелье и произнес фразу «Великий магистр, жаль, что ты не рожден в мое время, я бы дал половину империи, чтобы ты научил меня управлять второй». Вот, опять же, неизвестно, была ли действительно произнесена такая фраза, но среди литературных источников, посвященных жизни Петра I, она имеет популярность. В этом же зале есть еще несколько работ. Если мы налево посмотрим, график УДП это уже тогда отдельно можно потом будет разглядывать во время презентации. Сейчас у нас, поскольку время ограничено, мы переходим вот сюда. И тут у нас еще несколько относительно небольшого размера работ, но достаточно важных. две из них возвращают нас к сюжету о конкурсе затеянном Демидовым в 1836 году, для которого работал Венецианов, картину которого мы с вами уже видели. А это перед нами эскиз, также выполненный для этого конкурса известным русским живописцем Александром Ивановым. Он также изобразил Петра задумывающего город Петербург точно так же, но изобразил его спящим. То есть пока что это только мечты. И вдали видны в облаках как бы виды именно набережной нашего города, здания, среди которых среди этих зданий узнается Академия художеств как раз выделяется. Неизвестно какие еще были работы выполнены, не все до нас дошли, но точно совершенно еще одна работа к этому конкурсу была написана Григорием Чернецовым. Мы ее тоже видим перед вами. Он изобразил Петра Первого в мастерской в Саардаме. Это интерьер реального домика, который сохранился до нашего времени, в том самом домике, в котором останавливался будущий Петр Первый, когда приезжал учиться в Амстердам. Сохранилось много изображений этого домика, и живописцы разные, в частности и Григорий Чернецов, тоже использовали его для своей картины. Ну, вот этот конкурс так и не был завершен, поэтому картины остались только в эскизах. Скорее всего, возможно, эта картина тоже имела отношение к празднованию юбилея Петра Первого. Автор Антон Иванов, он изображает Петра Первого тоже у этого же, вернее, уже у домика, который построен на берегу уже Финского залива, но по образцу тех домиков, которых Петр видел в Амстердаме. И точно так же изображает Петра в думах о будущем своей империи. И вот еще рядом тоже можем посмотреть уже узнаваемый вами наверняка сюжет, который мы видели в скульптуре «Перенесение мощей Александра Невского в Александра Невскую лавру», но автор живописец Петр Васин. Это эскиз росписи, которая была задумана и осуществлена им точно там же, в том же Исаакиевском соборе, в котором работал и Виталий. То есть Виталий делал рельеф для бронзовых дверей собора, а Петр Васин выполнял росписи для этого собора, и вот перед нами был эскиз одного из сюжетов. Времени у нас уже немного, мы, наверное, дальше перейдем в следующее. А, да, вот эту картину обязательно тоже мы посмотрим. Это тоже картина пришла к нам из частного собрания. Художник тоже нам знакомый, Карл Штебен. Мы уже сегодня видели одно его произведение, и он как раз обратился в этом случае к сюжету о спасении Петром I гибель гибнущих людей. Вот как раз последний подвиг Петра I в последние уже дни его жизни. Эту картину Карл Штебен написал, будучи в Париже. Она была куплена Наполеоном. Очень понравилась и французской публике. И Наполеон заказал гобелин по этому сюжету, по этой композиции, преподнес Александру I. Этот гобелин сохранился, он висит тоже в музее Петербурга, то есть можно его там увидеть. Но сам сюжет стал настолько популярным, что не только его копировали другие художники, но изображали в других жанрах. Именно вот эту композицию, созданную Карлом Штебеном. И мы ее еще вспомним, буквально в самом конце, в последнем зале увидим. А сейчас мы еще должны успеть посмотреть несколько работ, которые связаны с празднованием юбилея Петра I 200-летия. Оно отмечалось в 1872 году, и к этой дате многие художники, естественно, написали произведения различного формы, различного масштаба. Известный русский исторический живописец Ге, Николай Ге, написал сцену, драматическую сцену, где царь Петр I допрашивает своего сына, царевича Алексея. Царевич Алексея задумал тоже заговор против своего собственного отца. И изображен момент, когда уже добился Петр возвращения из Европы, где этот заговор планировался, царевича Алексея, и сцена последнего допроса, потому что впоследствии Алексей все-таки был казнен. Так, идем, да, идем дальше. Дальше можно тоже бегло-бегло посмотреть. Это памятник, который не осуществился, остался только в проекте. Михаил Микишин изобразил памятник, который тоже предложил поставить на месте битвы лесная, которую мы тоже сегодня видели. Ну вот по масштабу внизу стоят фигурки, которые показывают нам масштаб, который предполагался и планировался для этого памятника, но он так и остался только на холсте. Если еще мы дальше посмотрим, то мы увидим как раз осуществленный памятник, о котором сегодня уже много говорили. Это изображение медного всадника на фоне как раз Исаакиевского собора. Это картина Василия Сурикова, известнейший тоже русский исторический живописец. Эту картину он написал еще будучи молодым, когда приехал в Петербург, как раз накануне празднования 200-летнего юбилея Петра I и изобразил самый известный памятник Петру I, получивший название медный всадник, и самый крупный православный храм Санкт-Петербурга Исаакиевский собор. Для Сурикова это необычная композиция, но тем не менее знаковая и для нашей выставки особенно важная. И следующее полотно принадлежит кисти Алексея Боголюнова и изображает как раз непосредственно сам праздник 200-летнего юбилея Петра I на берегу Невы. Праздник длился много времени, мероприятия были разные, изображен парад на Осинатской площади. Вот если мы посмотрим направо, то мы увидим как раз на фоне памятника Медному всаднику стоит публика, который наблюдает за красивым парадом и среди них художники, автор картины Алексей Боголюбов. Вот он наклонился и зарисовывает что-то на парапете. А сзади тоже с блокнотом в руках стоит его помощник, тоже художник Карл Гун, который помогал Боголюбову и писал персонажей, людей на этой картине. Видна панорама, потом при желании вы сможете вернуться, как я поняла, к этой презентации и разглядеть уже детали. А нам надо еще успеть посмотреть в последнем зале нашей выставки были собраны произведения, которые показывают нам образ Петра I в народном искусстве. Безусловно, он был очень популярным, образ Петра I и в частности в таком жанре, как гравюра. но гравюра спотифическая, гравюра, которые печатались большими тиражами на тонкой бумаге, распространялись среди простого народа, стоили дешево и висели в простых домах и даже в крестьянских домах неподалеку от красного угла, рядом с иконами у некоторых висели изображения русского царя. Вот такие вот так называемые всадники, где Петр I изображался в духе парадных портретов еще XVIII века в виде победителя или в виде отдельного всадника. Вот такие картинки были популярны среди простого народа. Помимо картинок чисто народных, естественно, печатались вот такие иллюстрации, которые тоже служили просветительским целям и рассказывали о главных подвигах и о главных победах Петра, сопровождаясь еще и надписями. В частности, это Гангутский бой, одна из первых морских побед Петра I с одной стороны, а с другой стороны единственное, фактически последнее сражение, где была применена техника абордажа, непосредственный захват судов. В дальнейшем они сражались уже только исключительно артиллерийскими пушечным оружием. Также были популярны рассказы в картинках, так называемые анекдоты Петра I в иллюстрациях. Один из самых популярных был рассказ о том, как простой солдат спас жизнь проходящего мимо офицера, а потом оказалось, что это не простой военный, а Петр I. И Петр I отблагодарил в дальнейшем этого солдата. История, она варьировала, существовала в самых разных вариантах, с разными действующими лицами, но суть была одна, что простой солдат спасает сам того, не зная императора, а император его потом благодарит. Опять же, много тут разных работ, можно потом будет вернуться и посмотреть. Мы постепенно разворачиваемся к следующему комплексу работ. Вот такие же картинки в технике, которая называется у нас лубок, то есть русские народные картинки, часто с надписями, часто с текстами песен различных, рассказов. Но все-таки, конечно, чаще всего они изображали реальные исторические победы. И вот, например, «Полтавская победа», о которой мы тоже уже сегодня вспоминали, когда смотрели на эскиз Шибуева, вот и в технике лубка тоже у нас присутствовала. Вот так вот было дело под Полтавой. Внизу текст песни, а в центре забавный, но тем не менее узнаваемый тоже император во главе своего войска. И, конечно, очень интересно будет сейчас с вами посмотреть на вещи, которые стоят в витрине. Это произведение народного, опять же, искусства. Это не совсем народное, это, скажем, мелкая пластика, но она очень хорошо вписалась в нашу витрину, потому что узнается Петр Первый, которого мы видели на картине Карла Штейбина, который спасал утопающих. Но этот сюжет вот как раз чисто в народ, произведение декоративно-прикладного искусства встречался в разных техниках и в габелленах, и перед нами поднос, сделанный в жестово. Наверняка слышали, что была такая мануфактура, очень известная, популярная, но кроме декоративных сюжетов там были еще и вот такие исторические. В частности, тоже узнается сюжет Штейбина. Прошу прощения, звука нет. Включите, пожалуйста, микрофон. Так, да, все, включила. И мы завершаем уже наш показ. В этом же зале можно видеть картину Бонча Томашевского, художника Юлии Осиповича Бонча Томашевского, который изобразил три великие эпохи России. Это, опять же, была аллегорическая картина, которая заказана императором Александром Вторым. Мы его видим справа на картине. И Александр Второй символизирует здесь отмену крепостного права в России, держит указ об отмене крепостного права. Слева видна фигура великого князя Владимира, который олицетворяет принятие христианства на Руси в 988 году. А в центре безусловно фигура Петра, который опирается рукой на корабельный руль, что символизирует собой рождение русского флота и начало нового этапа в истории России. Вот на этом я хочу поблагодарить. Желающие могут потом вернуться и посмотреть другие экспонаты, потому что осталось за рамками рассказа очень много графики, которые тоже очень интересные безусловные, там много сюжетов, но мы сегодня в основном поговорили о живописи. Дорогие друзья, Ира Георгиевна, мы с удовольствием передаем вам слово, надеемся, что экскурсия по выставке оказалась вам полезной и интересной и напоминаю, что действительно подробно изучить все экспонаты выставки, самостоятельно погулять по залам вы можете на сайте Виртуальный русский музей в разделе онлайн ресурсы виртуальные туры, поэтому приглашаем вас в русский музей, обязательно посетите его лично, но если нет такой возможности, то можно прогуляться по залам музея виртуально. Большое спасибо Мария Юрьевна Гладких, руководитель виртуального русского музея и, конечно, спасибо огромное Влада Валентиновна за такую потрясающую экскурсию. Нам всегда интересно в русском музее и с русским музеем и в летнем домике Петра и в залах вашего роскошного музея. И, я думаю, все участники сегодняшней встречи и наши соотечественники, которые смотрят нас в Анкаре и в Ливане и в других странах и наши иностранные участники наверное так же, как я испытывают жалость от того, что мы не физически сейчас в русском музее, но благодаря новым технологиям и благодаря тому, что русский музей создал такую замечательную платформу, виртуальный русский музей, все-таки вот это расстояние можно немножко компенсировать. Спасибо вам большое, Влада Валентиновна и Мария Юрьевна. А я хочу закончить нашу сегодняшнюю встречу объяснением названия Пётр Первый в художественной русской культуре, но перед этим были слова, которые наверное не все поняли, тем более наши иностранные зрители, я хотела бы их немножко прокомментировать. Это маленькая цитата из нашего великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, его стихотворение, которое он написал под впечатлением личности Петра Первого, оно называется Станцы, написал он его молодостью, ему было всего 27 лет, и оно небольшое, я не уверена, что оно переведено на французский язык, это надо поискать, но те, кто знают или изучают русский язык, пожалуйста, посмотрите, оно небольшое и довольно легкое, его легко найти в интернете. Так вот, название сегодняшней выставки взято из этого стихотворения Александра Пушкина, и я хочу зачитать четверостишее, в котором есть эти слова. Он говорит о Петре «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющий душой, на троне вечный был работник». И вот эта характеристика, как все у Пушкина, очень четкая, очень полная. Он называет царя прежде всего работником, работником на троне. И он говорит о том, что душа его была всеобъемлющая, то есть его все интересовало, он всем занимался, был очень открыт для всего нового, и был и мореплавателем, и плотником, токарем, он увлекался токарным делом, как вы знаем, был, конечно же, героем, о чем сегодня говорили неоднократно, и был академиком в том смысле, что он развивал в России науки, правда, он не успел создать Академию наук, он умер совсем молодым, всего 52 года, но Академию наук создала его дочь, Елизавета. Так что мореплавателем, плотник, академик, герой и работник на троне. Вот мы согласимся с Александром Пушкиным о том, каким был Петр I. Спасибо вам большое, спасибо Русскому музею, успехов и процветания вам, новых встреч, и спасибо всем, кто сегодня участвовал с нами в этой встрече Art Talks беседы об искусстве с Русским музеем. Берегись. Большое и отдельная благодарность я все-таки хочу выразить, пользуясь случаем, сегодня с нами Григорий Наумович Голдовский, заведующий отделом живописи 18-го, первой половины 19-го века. Все, о чем мы с вами говорили все это время, относится к его периоду, который изучает его и хранит коллекцию в Русском музее произведений этого периода. Вот этот замечательный отдел и делает такие удивительные выставки, которые позволяют нам действительно окунуться в ту эпоху и узнать не только Петра, но и то, какой образ сформировали художники, которые жили уже спустя 200 лет после уже эпохи Петра I. Хочу коротко анонсировать только, что в следующем году мы завершаем цикл выставок сага Романовых и последней выставкой будет, должна быть очень интересная выставка, она называется «Эпоха дворцовых интриг». То есть такой темный период между кончиной Петра I и вступлением на престол его дочери Елизаветы. То есть царствование Екатерины I, Петра II, Анны Иоанны, Ивана VI, Анны Леопольдовны и до дворцового переворота 1742 года, когда гвардии на престол была наконец посажена прямая наследница Петра, императрица Елизавета Петровна. Так что я думаю, что у нас есть возможность встретиться и поговорить. Приглашаем в Русский музей на наши выставки, ну а мы по вере, по мере возможностей обязательно будем работать над тем, чтобы вы могли посетить Русский музей удаленно. Всего доброго, мира, здоровья, благополучия. Ждем вас в Петербурге. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо.